Так, давайте включим вам... И причем это же IG против Orange. То, что я и хотел посмотреть. Огромное спасибо всем, кто напомнил. Вот теперь все, кто негодовали, что нету Dota 2. Действительно, Dota 2. И действительно, пожалуй, первый действительно важный матч, интересный. И не просто между двумя классными командами, а между двумя классными командами, которые еще и борются за выход в финал. Так, быстренько проверю, все ли в порядке. Запись начал. Китайских стримеров убавил. Все всем довольны. Когда финал по Варкрафту? Завтра. Обязательно его посмотрим. Он идти будет с матчем за третье место. Но матч за третье место нам не особо будет интересен. Хотя там, скорее всего, сыграет DevilMais. Итак, Orange. First pick был у них. Забанили Бэтрайдера. Ответили баном Сирены. Вот так против Ymatech уже банят Сирену. Бан Магнуса. Бан Тэмпларки. First pick Лешака. Ответ Лондруида и Квапы. Какой необычный ответ-то. Потом пошли у нас Лондруид, Квапа. Свен и Шадоу Финт. Ответ Никсам. Никса что-то полюбили. Прямо азиаты. Ой-ой-ой-ой как. Вот посмотрите. Ругали все пупеи за то, что он пикнул этого Никса. В финале. А проходит месяц, и все начинают юзать Никса. Азиаты. Дарк Сир. Энигма. И Баунть Хантер. От IG. Забанены. И Луна. Лайфстиллер. Андайенг. От Оранж. Андайенг. Последний бан. Кстати говоря, Магнус и Бэтрайдер. Это два единственных героя, которые на Дримхаке вошли в драфт абсолютно во все игры. Так вот интересно. Это я про бан Оранж. Ну что ж, четвертым пиком забрали Оранжи. Кого бы вы думали, Мирану? Ответ Рубиком. Очень интересный пик у Оранж. Шадоу Финт, Свен, Лишрак, Мирана. Мне нравится. Я болею за Оранж. Мне... Я уже много раз говорил, что мне не нравится, как играют IG. Я очень на них обижен за то, что они обыграли LGD в финале лузеров на Интернешнале. А вот Оранж, наоборот, мне очень после Интернешнала и вообще спустя еще некоторое время очень понравились. Но в частности, кто не видел, даже гифка есть, которую с моего стрима сделали, где Дестройер бегает от Найт Сталкера и Нейчер Профита в лесу. Это было действительно эпично. И вообще, Оранжи сыграли против IG хорошо, но Найт Сталкер, последний пик и Сен Кинг. Итак, Жоу забирает себе Лон Друида, Фэй забирает себе Никса, Феррари на Квапе. Чизбак на Рубике. Да, напомню, что Чуан не играет, играет вместо него Чизбак. Чуан является по рейтингу Джоэн Дота лучшим игроком мира, насколько я помню. Не могу с этим согласиться. Но рейтинг есть рейтинг, с ним не поспоришь. Ну, то есть, именно по этому рейтингу он действительно, видимо, неплох. И Вай Вайф на Найт Сталкере. Муши на Сен Кинге будет играть, Яматех на Миране, Куху на Шадоу Финде. Что они сотворили вообще? Почему они так... У меня, в общем, по-моему, сейчас температура поднимется от того, что напихали. Выключить китайский звук просит. Но вообще, да, учитывая, что мы все равно не слышим звуков Доты. Ладно, давайте я его действительно выключу. Что-то там скинули интересное. Так, ну и все, начинается игра. Все внимание на азиатскую Доту. Для тех, кто не в курсе, для тех, кто, может быть, смотрит в записи, которую я включил, конечно же. Это первый полуфинал. Best of 3. Первая игра. И играют между собой Orange и IG. IG, безусловно, команда более титулованная, чем Orange. И вроде как считается, что более сильная. Но последний турнир, финал G1 Лиги, в матче за третье место, Orange камня на камне не оставили на IG. Именно так. Великолепно сыграли. IG в первой игре проиграли абсолютно по делу. Во второй игре решили задавить Orange. Orange показали великолепные решения, отправив Сирену на топ. И оставив Axe пушить. Fortification зачем-то ее заноли. Оставив Axe пушить нижнюю линию. Axe пушил, пушил, запушил. Но к тому моменту, как Axe запушил эту нижнюю линию, у Сирены был уже Vanguard с арканами, если я не ошибаюсь. Destroyer на миде уничтожил Night Stalker фактически. Ну и закончилось это все Destroyer с двумя Mystic Staff'ами, который с трех ударов и ульта убил Axe и Venomanser на чужой базе. Ну вот такой очень жесткий. Итак, Муши на SF. Да, все-таки они свапнулись ролями. Ну потому что изначально взяли так, потом был свап. В итоге Куху у нас берет Сэн Кинга, что гораздо более логично, как по мне. На соло линии против Na'Vi он выглядел сегодня просто... Не против Na'Vi, на соло линии против сборной команды Украины. Я надеюсь, я, конечно, не обижаю болельщиков команды Empire тем, что называю Na'Vi, но это происходит совершенно непроизвольно. Я почему-то вот украинцев называю Na'Vi. Ну, да ладно, бог с ними. С этими названиями, я думаю, вы прекрасно понимаете, кого я имею в виду. В общем, очень хорошо Куху сыграл против Фаника. Итак, Яматех на сложные номерания. Это очень интересно. И причем с раскачанной первой стрелой. То есть, если его зацепят, ему будет очень плохо. Никс с Айсом в лесу, в чужом. Подходит Свен. Дает стан. Причем дает стан к ВАПе. Как грамотно на Феррари переключились. Феррари потерял кучу ХП. Но Айсу тоже очень больно. Айс отходит под даггером. Получает еще один стан и ФБ. ФБ забирает Фейс. Более того, здесь он еще может накрутить. Койл. Муши битый. Втроем против двоих. Квапа запрыгивает. Если мана на станчик, замедляют Муши. Муши есть фласка. Но сможет ли он ей отхилиться? Появляется там, по-моему, дабл дэмэдж. В погоне за Муши. Блинк. Последний удар. И забирают Муши. Итак, 2-0. Забрали Муши. Забрали загулявшего не пойми где абсолютно. Айса. Нет, это Инвиз был. Зато Свенчик забирает Инвиз. Стан к вопе. Ну, попытка номер 2. Ясно, мы это уже видели. Великолепный стан от Фейта. По двоим. Фейт просто заложил. Что я могу сказать. Отлично отыграл он эту драку. И в результате 2-0. Ничего не смогли сделать Оранжи. Но у них Мирана на сложный. Я думал только я один дурачок играю Мираной на сложный. Ну, правда, я это делаю, конечно, в паблике. И я никогда не раскачиваю стрелу. Мне очень страшно всегда качать стрелу на первом левеле. Но Яматех знает, что делает. И ждем от его Мирана чего-то. Вообще, честно говоря, Яматех как-то... Ну, я не знаю. Он как-то все время исполняет. Но не то, чтобы вторую роль. Не то, чтобы он плохо играет. Ну, вот как-то... Нету такого, что... Баааа! Вот это Яматех дал! Вот это он жестканул! Просто разложил своих соперников. Все время как-то, если он кого-то убивает, то это происходит. Даже ультракилл в каком-то замесе. И этого... Ну, не знаю. Как-то не видно. Может быть, это, конечно, мое субъективное мнение. Я вот жду какой-то игры, действительно, от Яматеха, чтобы сказать... Вот это Яматех! Но пока что... Все, что можно сказать про эту игру... Вот это фейт. Жоу на Лондруиде. Не видел я его на Лондруиде. Достаточно давно. Очень скромные крипстаты. У всех абсолютно. 15 крипов всего лишь у Лондруида. 14 крипов у Найтсталкера. 12 крипов у Яматеха. 7 крипов у СФ. Ну, понятно, на миде тут происходили разборки. Ну, вот почему у Лондруида их не так много, непонятно. 4 минуты. Каждые полминуты выходят по 4 крипа. Это получается 8 на 4, 32. Ну, в общем, из 32 крипов не добил даже 20. Это странно. Пошла стрела какая-то очень-очень сильно снайперская. Застанила крипа, как мы видим. Он стоит там в шоке. В полном. Недоумение. Да, стрела Мирана это вещь такая интересная. Ну, вот мне интересно, как Яматех будет раскачиваться дальше. Потому что очень часто вижу Мирана через 2 стрелы и лип и 1 старфол. Но мне кажется, абсолютно очевидно, что нужно качаться через макс старфола. Ну, естественно, на первом левеле там прыжок, как мне кажется. Ну, Яматех вкачал стрелы. Ну, ладно, на втором он вкачал прыжок. Дальше пошел у нас старфол. И максить, максить старфол, чтобы было много маг-урона. К тому же, посмотрите, ЕСФ, Мирана, это уже очень много маг-урона. ЕСФ попадает кайлами, Мирана по всем попадает старфолом хорошо. И все, и фактически дело сделано. Плюс Сен Кинг еще, или Шак. Короче, очень много станов. Практически у каждого героя, за исключением Шадоу Финда, есть стан. Точечный, не точечный. АУЕшный, не АУЕшный. Ну, то есть, у Мирана он как бы точечный, с одной стороны. С другой стороны, им нужно еще попасть. У Свена он АУЕ, но кидается в одного. У Лешака АУЕ кидается по площади. У Сен Кинга, я даже не знаю, как это назвать, но, наверное, самый удобный из всех. Но он сам перемещается с этим станом. Короче, все вообще станы всевозможные в доте собрали себе оранжи. При этом еще и много маг-урона. Ну, каждый стан, естественно, наносит магический урон. Плюс еще Старфол, плюс Кайлы, плюс у Лешака есть Молнии. Но у АйДжи есть Найт Сталкер и Лон Друид. Этим все сказано. Ну, то есть, Лон Друид это... Оооо! Ооо, вот он, Яматех! Пять секунд! Вы будете его добивать или... Он так и будет там стоять. Короче, очень странная стрела. Стрела-то была отличная, но это... Из разряда, я даже не знаю, как назвать. Бутылка летит. Бутылка летит! Там сейчас выйдет Никс! Нет, это Рубик. Быстрее, быстрее бутылку несите! Муши! Я не думал, что в азиатской доте бывают такие завтыки. Нет, он все-таки не дождался этой бутылки. Он забрал ДД и ушел. Тем временем Жоу убивает Куху снизу. А ВайВайф убивает Айса. 4-0. Короче, что-то странное от Оранжи. Но вот эта стрела, это было просто... Гениально. Называется, ты побойся. Но у нас все равно ХП нет, мы тебя убивать не будем. Но ты смотри. Я умею, если что, стрелой попадать. Вот в следующий раз я тебя обязательно убью. Как бы говорит Яматех. А что еще могла означать эта стрела? Я не понимаю. Вот. Это уже интересней. Медведь заблочил сам себя Мишкой. Прилетает к ВАПа. Дает ульту. Дает скрим. Мирана без ХП. Мирану все-таки убивает. Хорошо. Ничего хорошего. И сейчас еще будет Лишака убивать. Он замедлен. Корни не проходят. Яд. Замедление от Орбы. Стан от Лишака не попадает. Не знаю. Передумал Лишак кастовать свой стан. Возвращается. Теперь сюда. Уже 6-0 счет между тем. Медведь. Какой же он жирный. У Сен Кинга нету песка. Здесь Найт Сталкер. Привет, СФ. СФ уже не отступить. Его еще и прикапывают. Наконец-то сработали корни. Какая-то недодота от Орэндж. У них все отвратительно. Находит здесь Куху. Он без песка. 8-0. Просто провал. IG красавцы. Нет, ну IG я думаю, что сами смотрят на это все с такой, с легкой ухмылки. Ну потому что что? Просто не добивают Медведя. Медведь на лоу хп разворачивается. Влетает Клопа. Убивает Мирану. Свен на тп уходит. Возвращается Сен Кинг. Один против Трей. Дает стан в Медведя. У которого там уже подкосарь хп в ульте. Естественно, Медведь терпит от этого стана. Но у него остается еще достаточно много хп. Яматеха не убьет. Яматеха уходит. Ой-ой-ой-ой-ой. Фейс. Почти попал. Да, кстати, у Яматеха раскачка через Старфол. В общем, пока что можно констатировать факт, что IG игру выигрывает. И очень уверенно. И у них большое преимущество уже. Но это преимущество они толком не заработали на самом деле. Потому что абсолютно все им... О боже. Сейчас убьют Лишака. Привет. А Рубик выживает у Свена, потому что нет урона вообще. Минус Свен. 10-0. Да. Странно. Очень странно все происходит. Такое ощущение, что какой-то чит на плюс 200 хп ввели себе IG. И все время им этого хп хватает. Такое, конечно, бывает в доте, когда ты вроде бы... Тебе кажется, делаешь все правильно. И делаешь все как всегда. Но ты упустил какое-то стартовое преимущество. И из-за этого ты чуть-чуть не добиваешь везде героев, оппонента. Ну, мы видим сейчас... Оооо! 10-1. Фейта забирает Муши. Да есть же ж. Распечатали. Ворота соперника. Ну, теперь вопрос, смогут ли как-то вернуться в игру. Ооо, Лишак великолепен. Просто всегда обожаю такие закупы. Три ветки. Без сапога. Но, как оно часто и бывает в такой игре, где там не добил, тут не добил, там не повезло, тут не повезло. В итоге у соперника откуда ни возьмись 10 тысяч преимущества, а у тебя три веточки и стик. Экстинкт на Свене. Показывают нам вот, вот как раз-таки этот самый важный, самую важную табличку. Ну, китайцы, видимо, не знают, что можно переключаться в доте между этими табличками, не открывая этот список, а просто фоткеями. Это очень жаль. Да, Вилата, конечно, было в этом плане намного приятнее смотреть. Но, я так понимаю, в эту игру он попасть уже не смог. Ну, потому что там все как надо делается. Один крип у Свена! Один крип! Это, конечно, сильно. Медведь, 4 тысячи у него. Ну, то есть, что-то он... У него Фейзы, Транквилы, Орбов Веном, 1000 монет. Ну, и он может вполне выходить в Радианс, это будет абсолютно нормально в данной ситуации. Там все герои либо раскачанные, но по своей природе дохлые, как СФ Эмирана, либо достаточно плотные по своей природе, но совсем не раскачанные, как Сэн Кинг и Свен. О, Вендетта. Сейчас убьют Яматеха. Бам! Бам! Найт Сталкер уже здесь! Бам! СФ, ты был такой классный! И стрела не попадает ни в кого. 11-1. Нет, ну здесь-то, да, в общем, нормально. А вот это уже... Вот это уже плохо. Рубик. О, Сэн Кинг спасает! Неплохо. Ну, Медведь пойдет дальше, и здесь Найт Сталкер. Что-то подобное наблюдалось в игре IG в онлайне как раз, когда они всех разрывали. Просто вот эти залеты, подвышки, всех убивают. Но здесь сами Оранжи отдали всю игру. Просто вот этими непонятными врывами с начала игры. Сейчас уже IG могут с ними делать все, что хотят. У них уже огромное преимущество. А у Оранжи ничего нет. А у Оранжи еще и такие герои. Это не те герои, которые могут без айтемов как-то потащить. Ну, типа, я не знаю. Чтобы привести такое в пример-то хорошее. Ну, и Сэф тот же. Та же Мирана. Ну, ничего эти герои не могут. Ну, Миран еще что-то может, но Сэф-то вообще ничего. Без айтемов. Его просто в Сайланс и все. Кайлов нету, урона нету, эскейпа никакого нету. Кстати, 7 скрипов у него. Ну, поймали Мирану. Лип и т.п. Здесь хорошо сыграл Яматех, но как бы... Если бы он и здесь сыграл плохо, было бы вообще ужасно. Скидывает мне какую-то ссылку. Что это за ссылка? О, боже. Не спамь ее, иначе тебя забанят. Я понял, что это за ссылка. Я это видел уже. Это очень странное видео. 2.14. Убили Лондруида тем временем. Ну, Найт Сталкер и Ван Гвард. Между делом. Не показывают нам графики, к сожалению. Ну, и не надо, на самом деле. И так понятно, что Лешрак с тремя веточками и стиком не очень крут. Еще забирает Куху, ВайВайф на этот раз. Уже как бешеный разносит вышку. Посмотрите на эту скорость атаки. Это Найт Сталкер. Это Найт Сталкер ночью. Да, днем ему сразу не так комфортно становится. Арканы у Никса. СФ с ДД. 36 душ только-только нафармил. Ну, ничего, он скоро опять умрет. Как и, в общем-то, вся команда Оранж. Я не знаю, что ему нужно сделать, чтобы камбэк из данной ситуации. Айджи еще такие ребята, что они там не будут где-то пассивно сидеть. Они будут врываться под вышки, ломать. Литься. Иллюзия Квапы стоит. Они будут забегать. Они даже здание, видите, не так активно ломают. Они просто ганги, 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 ганги. Тут медведь уже, я так понимаю, с Сакрадом. Ну, убить его. Стан, неплохо. Стан от Лишака. О, боже, какой он жирный. Лоу. Все, попали. И Лишак с тремя веточками падает. Внезапно. Вот так вот гангали они втроем этого медведя. Фортификейшн. Ой. Муши. Хорошо, что Вай Вайф его здесь не увидел. Да, медведь. Даже без айтемов. Ну, вот как раз медведь, например, без айтемов. То есть, в принципе, ему нужны айтемы, но он их кладет себе в Спирит Бира. А сам-то он без айтемов, но у него 1700 хп. Такой вот интересный герой. Ландруид. Нету айтемов, 1700 хп. Агильщик! Называется. Самый агильный герой. Но очень жирный просто. Да, там Ялнир. Меллстром покажется пока. Но, возможно, будет. Отличный станет Куху. Но Рубика-то хотя бы убьет. Рубика форстафает. Сам Рубик. Стрела не попадает от Яматеха. Но был близок он. К тому же, чтобы попасть. 1-5 у Сен-Кинга. 0-5 у Лишака. Может, Лишаку стоит хотя бы еще две ветки себе купить? Нет, ну, как бы. Это в два раза больше почти, чем три ветки. Никс сейчас передаст привет Яматеху. Ой, ну не, не убьет. Яматех слишком жирный. Ну, если Яматех будет вот так вот бегать, конечно, убьет. Но что ты делаешь? Ну, Липы беги на... А, понятно. Там не все так просто. Там уже план Капкана и Рубик выезжает. Да, надо было сразу все равно Липы давать ТП. Вроде ТПшка была же. Но получилось так, как получилось. Яматех в очередной раз умирает. 17-2. И встает очередь Муша. Муша неплохо было бы купить Мефрилл Хаммер, пока он не потерял все свои деньги. Дает ТП. Давайте с первого удара. Бах! Нет, не прикопал. Ну, ладно. На этот раз Муша повезло. Вообще никакой речи сейчас... О, Сапогу Лишака. Ёлы-палы. Это же вообще... Это прогресс. Вообще нету рассуждать место о каких-то там пиках, сборках, линиях. Просто взяли и проиграли игру первую. Оранжи. Отдали большое преимущество. Ну, сейчас попробуют подраться. Правда, умирают уже Свен. Нам это не показывают. Ну, и правильно, зачем показывать это унижение. Умирает Сэн Кинг. На Мирану Сайланс. Умирает Мирана. 4 в 0. Я думаю, прямо сейчас Оранж напишут ГГ и... Будут готовиться к следующей игре. Морально. Хотя морально уже давно пора готовиться к следующей игре. Да, и сейчас даже правильные самые решения не помогут уже. Ну, потому что ты забегаешь, ты все идеально откидываешь в какого-нибудь там дохлого Рубика. Но Рубик уже настолько раскачан, что это... Извините, не помогает. Я уж молчу про Лондруида, у которого там уже 1800. БКБ у Квапы. СФ. СФ что-то купил. Неужели БКБ? Нет, скорее всего он купил Мефрилхаммер. У него на этом кончились деньги. Его убили еще после этого. Точнее, вот он купил Мефрилхаммера, его убили. Он купил ТПшку и все. И осталось у него 100 монет. Это печально. А самое печальное, что нам еще минут 20 смотреть, как IG убивают Оранж. Нет, подождите. У СФ это БКБ все-таки. Может быть это шанс? Может быть СФ что-то и сможет? Да. В этот момент СФ умирает. Не смог. Ну, сори, ребят. Я втащил как мог. Меня просто приняли в лесу. У него вообще половина золотого запаса команды, по-моему. 133 крипа. Все ему отдали. Яматех, ну давай стрелу какую-нибудь. Хотя бы просто красивую. Ну, все равно уже никого не убить здесь. Чушь. Так, эпицентр. Стан. Ребята, они убили медведя. Это фантастика. Тяжело поверить, но это действительно так. Так, убивают оранжи медведя. А всего-то нужно было Сен Кингу разультиться. Получить шестой левел, разультиться. Все. И этот жирнючий медведь, он уже никуда не уходит. Потому что скорость перемещения понижена. Потому что огромное количество урона. Жалко, что это так поздно произошло. Нет, ну вообще пытаются тут за защить. Все возможно, конечно, в доте. Всякое бывает. Гем у Никса. Шадоуфинт возвращается. Две маски. Аквила. Вот у Яматеха всегда так. У него что на Сирене, когда он проигрывает, что на Миране. На Сирене у него два Брейсера. На Миране у него два Врайсбанда. Квапа ультима и торп. Ульт от Муши. Но в БКБ вайвайф находился. Разрывают лишрака. Разрывают СФ. Ну и в общем-то пора писать ГГ, по-моему. Не, ну молодцы, АйДжи. Интересно. Я вот не помню, чтобы китайцы прямо так жестко дайвили за тавера. Но хоть развлекли в этой игре. Чего уж. И сейчас играет, может быть, быстро закончится даже. У Рубика Даггер. Ну понятно, там у Рубика Даггер. Медведь сам по себе мобильный. Найт Сталкер тоже. У Квапы Блинк. И в общем-то чего им бояться. Минусуют первую сторону. Пойдут минусовать вторую. Посмотрите, я вот в 20 минут сказал, что еще нам 20 минут смотреть. Прошло 4 минуты. И игра фактически может сейчас закончиться. По-прежнему оранжи не сдаются. Но это тоже можно объяснить. Они готовятся морально ко второй игре. Им нужно ее сыграть лучше, чем первую хотя бы. Ну потому что вот по такой игре АйДжи-то обыгрывать можно. Ну что они показали здесь? Да ничего не показали. Им просто не дали ничего показать. Как они могут что-то показать, когда просто на них бегут просто оранжи и все умирают? Никс. Отличный стан. Сен Кинг в ответ кустан. Феррари убивает Сен Кинга. Ну и что? И опять они никого не потеряли. Да, ГГ пишут оранжи. Ну теперь уж точно все понятно. 3.29 в разгромном матче. АйДжи одерживают верх. Но это только 1.0. У Оранжи еще есть все шансы отыграться. ТОРМОН. 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 Продолжение следует...